Здравствуйте! В прямом эфире новости в студии Илья Райшев. О главных окруженных событиях к этому часу. Число жертв суррогатного алкоголя продолжает расти. В Хантамансийск доставили еще одного пострадавшего. Пожаров стало меньше. Экстренные службы подводят итоги новогодних каникул. Чемпионат по банному паренью и соревнования на лучшее блюдо Югрим. Расскажем, как югорчане провели новогодние каникулы. Обо всем подробнее прямо сейчас. В Хантамансийск из Кандинского доставили еще одного югорчанина, отравившегося контрафактным алкоголем. Борт санавиации приземлился в аэропорту окруженной столицы сегодня около 15 часов. Пациент обратился в участковую больницу поселка с признаками присутствия метанола в организме. Напомню, 8-9 января в Кандинском после употребления купленной в магазине водки умерли 8 человек. Еще несколько оказались в тяжелом состоянии. Им на помощь из Хантамансийска и Междуреченского отправились реанимационные бригады на спецавтомобилях. А как только позволила погода, больных начали переправлять в ОКБ окружного центра. Сейчас все 8 пострадавших эвакуированы в Хантамансийск. В окружных больницах, в крупных больницах есть те, та аппаратура, те специалисты, те технологии оказания медицинской помощи. В частности, это технологии быстрого освобождения организма, кровеносной системы, тех ядов, которые попали. Такие технологии, они да, в крупных больницах. Их не только в участковой больнице, но даже в центральной районной больнице невозможно обеспечить. Ни специалистами, в первую очередь, да, ни потоком больных. Поэтому эти технологии здесь, в крупных городах, и, соответственно, такие пациенты максимально быстро должны быть доставлены в крупные больницы. Вот в этом случае есть возможность, действительно, шансы сохранить жизнь, они гораздо больше. Между тем, глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела по факту отравления югорчан суррогатом. Продавца и владельца магазина уже задержали. Кстати, предприниматель пытался скрыться от следствия, его задержали в Тюмени. Следователи провели обыски и изъяли спиртосодержащую продукцию. Ее отправили на экспертизу. Уральский межрайон следственного дела, следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Хантамансийскому автономному округу в Югре. По факту гибели восьми жителей Кандинского района возбуждено и расследуется уголовное дело. По признакам преступления предусмотрено частью третьей статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожность смерть двух или более лиц. В Югре подводят итоги длинных каникул. Начнем с радостных новостей. За первую неделю Нового года в Югре родились 315 малышей. Это 152 мальчика и 163 девочки. Уже в первый час Нового года появились на свет двое – маленькая вартовчанка и сургутянин. На рождество новорожденных стало на 36 больше. Столица округа за праздничные дни свой первый день рождения отметили 34 маленьких югорчанина. По традиции все новорожденные получат мультикарту Росту в Югре номиналом в 20 тысяч рублей. Добавлю, в этом году в регионе начала действовать новая выплата для молодых мам. 15 тысяч рублей получат женщины, которые родили первенца до 35 лет. И это еще не все. Губернатор Югры предложила жителям округа поделиться новогодней историей своего рождения или рождения своих детей. Автор самого интересного рассказа получит подарок от губернатора. Конкурс продлится до 1 февраля. В 2022 году вступают в силу новые российские законы. Один из них позволит гражданам получать пособия по больничному листу и другие выплаты фонда социального страхования без заявления. При этом листы временной нетрудоспособности будут выдавать исключительно в электронном виде и с электронной подписью врача. Еще один закон касается индексации страховых пенсий. С 1 января выплата выросла почти на 6 процентов и в среднем по стране превысила 17 тысяч рублей. Согласно нововведениям, пенсионный фонд раз в три года будет информировать мужчин, достигших 45 лет, и женщин, достигших 40 лет, о предполагаемом размере страховой пенсии по старости. В этом году появятся и новые законы, связанные со строительством. Так, с 1 марта фермеры смогут возводить на землях сельхоз назначения один дом размером до 500 квадратных метров и высотой до трех этажей. Главное условие – площадь застройки не должна занимать более четверти территории хозяйства. В праздничные дни роста травматизма не наблюдалось. Об этом журналистам телеканала «Югра» рассказали врачи Сургутской травматологической больницы. Всего же за большой уикенд в городской стационар обратилось порядка полутора тысяч человек. 220 из них госпитализированы. 130 с травмами. У детей они связаны в основном с активным зимним отдыхом – катанием на горках, тюбингах и коньках. Что касается взрослых, то тут головной болью для травматологов стал гололед. Большинство обратившихся пришли именно после падения на скользкой дороге. Повреждения же, полученные при использовании салютов и петард, в этом году не регистрировали. Из этих 132 госпитализированных травматологи отмечают, в основном это, конечно, были переломы конечностей, но обращают на себя внимание, что было много переломов лодыжек. То есть, это травма, которая связана с подскальзыванием. Нет никакого роста по количеству травм или по тяжести травмы. Единственное, что можно было бы отметить, что было больше противоправных травм. За 10 дней Нового года в Югре произошло 46 пожаров. Это почти в два раза меньше, чем в прошлом году. Основные причины возгорания, по информации сотрудников ГОШ-познадзора, это неосторожное обращение с огнем и аварийная работа электрооборудования. Чаще всего в праздничные дни горели жилые дома, дачи и гаражи. Также пострадало 12 бань, сгорело 5 машин. А вот с эксплуатацией пиротехники на этот раз больших проблем не было. Удалось сократить и количество возгораний в дачных поселках, где пожары сопровождаются наиболее печальными последствиями. К сожалению, один человек в огне все же погиб. В первую очередь, наверное, связываем мы это действительно с особыми климатическими условиями, которые в этом году у нас были. Эта температура наружного воздуха, она гораздо была выше прошлогодних. Ну и та профилактическая работа, которая была организована в этом году, она все-таки дает, наверное, свои результаты. Чтобы было понимание, ежедневно на территории садово-огороднических товариществах проводились соответствующие профилактические рейды. С 1 января в Югре зарегистрировано 295 преступлений. Большинство раскрыли по горячим сведам. Так, в Югорске двое мужчин украли ель. Подзреваемых задержали. На дорогах округа в новогодние каникулы зарегистрировали 29 ДТП. В них 4 человека погибли и 46 получили травмы. Одно из смертельных ДТП произошло 1 января в Нижневартовске. Здесь в результате столкновения Лексуса и Нифаза погибли 3 человека, в том числе 9-летний ребенок. Для мошенников же первые дни Нового года были не слишком урожайными. За это время зарегистрировано 32 дистанционных преступления. Общий ущерб составил чуть больше 3 миллионов рублей. В основном аферисты промышляли в известном приложении Блаблакар. На сайтах объявлений и в Инстаграме. Хантамансийский промтехнопарк «Импульс» одним из первых в стране вошел в федеральный реестр промышленных технопарков Министерства промышленности и торговли РФ. «Импульс» производит экологически чистые элементы быстро возводимых деревянных каркасно-панельных домов, фасадов, оконных блоков, ведут работы в области нефтепромысловой химии. Центр предоставляет резидентам услуги по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам в области цифрового моделирования и проектирования высокотехнологичного оборудования. Разрабатывает бизнес-планы и финансовые модели инвестиционных проектов и другие услуги, которые помогают компаниям в производственной и научной деятельности. О других важных событиях в нашей рубрике «Юграру». Почти 800 миллионов рублей в 2021 году заработали мошенники на доверие югорчан. Такие неутешительные итоги подвели и в полиции «Югры». В надежде обмануть доверчивых граждан, злоумышленники играют различные роли. Чаще всего они представляются сотрудниками банков, пенсионного фонда, полицейскими, брокерами, гадалками, покупателями и продавцами, и даже родными и близкими. Схемы обмана также существуют и на просторах интернета. Аферисты создают фишинговые сайты по продаже ЖД и авиабилетов, пробираются на сайты купли-продажи, интернет-знакомства и социальные сети. Два года тюрьмы может получить рыболов-браконьер за незаконный вылов Нельмы. Вблизи села Локосово сотрудники полиции совместно с инспекторами Росрыболовства задержали рыболова 17 килограммами ценной рыбы. Нельма-рыба из отряда лососеобразных относится к ценной промысловой рыбе. Ловля Нельмы запрещена или ограничена во многих регионах нашей страны. Ущерб водным биологическим ресурсам составил более 180 тысяч рублей. 50-летний рыболов из Коголыма пояснил, что вылавливал рыбу с берега на спиннинг. Однако уголовное дело все же возбудили. В соответствии с законодательством мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. С 21 по 28 января в Нижневартовске экологи организуют акцию «Елочный сбор». В дни проведения акции необходимо вынести елку на контейнерную площадку, после чего ее с помощью спецтехники отвезут на переработку. Переработанное дерево смогут отдать, например, фермерам в качестве удобрений. Также экологи предлагают другие варианты использования отжившего дерева. Они советуют сделать когтеточку для домашних питомцев из ствола ели, использовать ветки для банного веника или сделать на их основе натуральное мыло. Палиативное отделение откроют в новой больнице Горноправдинска. Сейчас объект готов на 93%. Накануне его посетила губернатор Наталья Комарова. Напомню, больничный комплекс будет состоять из поликлинического и хирургического отделений, пищеблока, а также стационара на 50 коек. За одну смену медики смогут принимать 135 пациентов. Также жители Хантамансийского района смогут получать помощь по профилям терапия, неврология, педиатрия, акушерства и гинекология. В больнице будут работать 173 медика. Сейчас в штате уже есть 155 специалистов. Есть какие-то вопросы у вас по оборудованию? Нет, все согласовано было с нами. С вводом в новую больницу мы перейдем все, 100% из старой больницы, весь штат переходит. И потом, когда уже мы здесь полностью обоснуемся, так сказать, мы будем набирать новый штат ввиду того, что будет открываться полиативное отделение. Будут набираться врачи, средний медперсонал, младший. Сдать объект подрядчики планируют в марте этого года. Напомню, строительство объекта началось в 2019 году. Из-за дополнительных работ срок договора продлили. Служба жилищного и строительного надзора ЮГРЫ планирует провести предыдотговую проверку объекта уже 17 января. Строительные монтажные работы на объекте завершаются, закончен монтаж оборудования, приступаем к пусконаладочным работам. По подвалу ранее была проблема с подтоплением подвала, но выполнены работы по устройству наружного дренажа, но на сегодняшний день проблемы с подтоплением подвала нет. Подвал абсолютно сухой. Умную и доступную школу откроют в Ханты-Мансийске. В окруженной столице ученики 8-й среднеобразовательной школы в феврале отметят новоселье. Накануне объект посетила губернатор ЮГРЫ Наталья Комарова. Напомню, корпус начали строить в 2019 году. Сейчас, помимо четырехэтажного здания, современными кабинетами и лабораториями, спортивными и актовыми залами, медицинским блоком и собственной столовой здесь построили хоккейный корт. Площадки для занятий баскетболом и волейболом. Кроме того, появился плац для строевой подготовки юн-армейцев и даже отдельная территория для сдачи норм ГТО. Мы надеемся, что мы будем самой передовой школой. Почему? Потому что такого отношения у нас ни у кого нет. Например, с помощью смарт-доски в новом корпусе Ханты-Мансийской школы номер 8, учителя смогут наглядно объяснять предмет и проверять домашние задания у школьников. А еще отправлять родителям результаты занятий. Дело в том, что современное оборудование подключается напрямую к компьютеру, а не к проектору, как было раньше. Это автоматизированная система, то есть она представляет собой рабочее место, ногу и микроскоп. А благодаря четырем цифровым лабораториям школьники будут изучать биологию, физику и химию. Каждый рабочий стол, например, в этом кабинете, оборудован пробами, колбами, пинцетами, системами горения, всего более 90 инструментов. При желании все исследования можно вывести на большой экран в классе. Если, например, раньше нам нужно, ну мы фокусировались, да, то есть вот в этот тубус, то сейчас уже нам не нужно напрягать свои глаза, поэтому мы можем также через экран выводить. Поэтому все это транслируется, есть здесь карты памяти, и посмотреть на большом экране, уже и увеличить, можно будет во время лабораторных работ. На сегодняшний день уже приобретено и будет размещаться оборудование по обучению через виртуальную реальность. Это специализированная программа и отдельный кабинет, инженерный класс с робототехникой, а также кабинет астрономии. Умными в новом корпусе будут не только кабинеты. Входная зона оборудована системой контроля доступа. Она узнает ученика и по СМС сообщит родителям о его местонахождении. Мне тем не интересно сейчас интернет-пространство, но мы должны их обучить, чтобы они грамотно не воспользовались. Если говорить о доступности, то на каждом этаже здесь разместили дублирующие таблички с шрифтом Брайля. Для передвижения оборудовали три лифта с системой безопасности. На входе в корпус установили специальный подъемник для маломобильных граждан. Учиться здесь будут школьники с 5 по 11 класс. Всего больше тысячи человек. Практически все в одну смену. Занятия начнутся уже 1 февраля. Виктория Редькина, Эльдар Муратов, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск. Жители и гости окруженной столицы поделились впечатлением от проведенных праздников. Наша съемочная группа отправилась на центральную площадь Ханты-Мансийска, чтобы выяснить, с кем югорчане провели новогодние каникулы и чем на них занимались. Так, большинство респондентов встретили год тигра в кругу семьи. Смотрели фильмы, вместе готовили, а еще катались с горок и устраивали прогулки в археопарке. Многие запрошенных отметили, что им для отдыха 10 дней вполне хватило. И они с новыми силами приступили к трудовым будням. Везде были отлично, провели время. И гости приезжали здесь, на елке были. Все прекрасно. С каким настроением вышли на работу? С отличным. Мы же отдохнули 10 дней. Мы на пенсии, они вот в каникулы вот у них гуляем, отдыхаем. А вообще-то они приезжие, приехали к нам в гости. В общем, к вам приехали внуки. Да, и мы отдыхаем с ними, катаемся на горках, гуляем. Ездили на мамонтов. Тут был на второй день. А так дома, в кругу семьи, посидели, поздравили друг друга. Замечательно отметила новогодние праздники. У меня 4 года традиция. Я лечу вначале в Новосибирск. Встречаю Новый год с родной сестренкой и ее семьей. Поскольку она младшая, вот у нас там живет в Новосибирске. Затем я лечу к родителям в Омск. Им уже преклонный возраст. У них уже маме 87, папе 93. Работал в празднике бельчонок? Нет? Отдыхал? Хорошо отметил новогодние праздники? Супер! Я только приехала на Новый год сюда. А, то есть вы в гости? Да. Как вам наша столица? Очень прекрасная. Где уже побывали? Что успели увидеть? У Маунтов были, в Самарово вот были, здесь были, в небе были, в торговом центре. На Маунтовске там гуляли. Все отлично было. Все нормально, все хорошо. А как приступили к рабочим будням? С каким настроением? К рабочим днам отлично. Без никаких спиртных. Новогодние праздники стали красочнее благодаря проекту «Хантамансийск. Новогодняя столица Сибири». Югорчане и гости округа смогли попариться на спа-фестивале, увидеть гонки на снегоходах и попробовать югру на вкус. В Хантамансийске прошел ежегодный гастрофестиваль, на котором лучшие шеф-повара соревновались в умении готовить традиционные югорские блюда. А байки на снегоходах, несмотря на морозную погоду, подарили зрителям экстремальное шоу. Еще одно развлечение – баня на свежем воздухе. О том, как это было, в нашем сюжете без комментариев. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В России очень много чемпионатов по банному пареню, но в основном все они проходят летом. И впервые мы в России проводим его зимой. Мы хотели и претендовали на звание всероссийского, но для того, чтобы выйти на такой уровень, мы должны были провести региональный чемпионат. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что без резцового сборной России... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...